Хочешь вести свой бизнес в Польше и спать спокойно? Как вести свое дело легально и не залезть в долги? В предыдущих темах мы подробно разбирали особенности бизнеса в Польше, а также вопросы налогообложения и регистрации предпринимательской деятельности. Сегодня же мы сделали акцент на ошибках. О том, как не допустить этих ошибок, ты узнаешь, досмотрев этот ролик до конца. Меня зовут Владислав, и вот уже более пяти лет я веду свой бизнес в Польше. И сегодня я хочу выделить две основные ошибки предпринимателей. Первое. Люди не знают, какие налоги и расходы на содержание фирмы их ожидают. А второе. Люди слишком комбинируют с этими налогами и в будущем имеют проблемы с легализацией. Итак, переходим к первой ошибке. Непонимание своих расходов. Если ты берешь за что-то деньги, ты должен изначально понимать, сколько у тебя останется в конце. Прежде чем открывать свою деятельность, нужно определить, обязывают ли тебя уплачивать в ад или нет. Если доход твоей фирмы не превышает 200 тысяч злотых в год, которые пропорционально делятся по месяцам, ты не обязан быть плательщиком в ад. Но обрати внимание, что есть ряд видов деятельности, которые обязывают его выплачивать. Из основных я могу выделить бухгалтерские и юридические услуги, услуги, связанные с продажей авто, обслуживание заграничных клиентов. Это очень важно знать в самом начале, чтобы не допустить этой распространенной ошибки. Ведь если к тебе придут с проверкой, что чаще всего происходит в самый последний момент, тебе придется заплатить за весь период существования фирмы 23% плюс процент за неуплату. Иногда это могут быть просто космические суммы. Итак, ты определился с ВАТ. Далее нужно понять, как ты будешь вести свою деятельность. Открывать спулка ЗО или регистрировать ИП. Что касаемо налогов, при спулке ЗО нужно изучить форму налогообложения. А при джиольной ночи господачи, тебе нужно определить, какая форма налогообложения будет для тебя оптимальной. Определив эту форму, далее ты уже знаешь, какие тебя ожидают расходы и налоги, а также ЗУС. При трудоустройстве сотрудников и расчете их зарплаты, ты также должен брать во внимание налог на эту зарплату и вкладывать это в ценоформирование фирмы. Просчитать зарплату сотрудника можно с помощью калькулятора зарплаты. Итак, уже ты можешь прогнозировать количество продаж, которые хочешь закрыть. Теперь можно приступать к вопросу ценоформирования. Сколько должна стоить твоя услуга, чтобы ты мог получить ожидаемую прибыль? Обязательно бери во внимание расходы, связанные с получением прибыли, расходы на работника, расходы на налоги, докладывай свою маржу, дели это пропорционально по клиентам, и тогда ты получишь конкретную стоимость предоставляемой тобой услуги. Задаваясь вопросом оптимизации расходов, можешь обратиться к финансовому консультанту, который полностью изучит твою ситуацию, и вы придете к общему решению, как рационально сократить твои налоги. Вторая и не менее важная ошибка, которую я выделил, выглядит следующим образом. Ты начал вести свою деятельность и неправильно определил цену на услуги. Что происходит в таком случае? Через какое-то время ты получаешь информацию по налогам, и у тебя появляются проблемы. Либо ты не получаешь прибыли, которые требует государство для получения карты по быту, либо начинаешь комбинировать с этими налогами, соответственно, твоя фирма находится в убытке. Всегда помни о том, что для получения карты на основании ведения предпринимательской деятельности твоя прибыль должна выносить 12 средних зарплат в течение года. А если данная сумма еще не заработана, важно показать, что фирма эти деньги может заработать. Простыми словами, важно показать фактически, какую деятельность ты ведешь, и указать, каким образом ты получишь или намерен получить ожидаемую прибыль. То есть, если ты встаешь на предпринимательский путь, недостаточно просто делать свою работу. Тебе необходимо полностью заниматься своей фирмой и иметь порядок во всех процессах, для того, чтобы не столкнуться с неожиданными ситуациями. Вывод данного видео простой. Хочешь крепкий бизнес, веди прозрачный бизнес. И тогда ты можешь быть спокоен и сосредоточен на развитии своего дела, и не тратить свое время и нервы на какие-то комбинации или махинации. Если это видео было для тебя полезным, обязательно поставь лайк и сохрани его себе. Кроме того, в наших социальных сетях и на канале YouTube ты найдешь больше полезной информации для предпринимателей в Польше. Поэтому смело переходи, подписывайся и следи за обновлениями.